Приветствую вас! Если говорить о каком-то конкретном рецепте, связанном с избавлением от одержимости, значит, то его нет. Ваш вопрос, он связан с состоявшимися алгоритмами поведения и общения с вашей мамой. И чтобы избавиться от, значит, негативных эффектов общения с ней, работу нужно проводить в нескольких направлениях. Первое направление касается более лучшего, более полного, глубинного понимания вашей мамы. Вот тот факт, что она постоянно оказывает повышенное внимание к вам и брату, говорит о том, что наедине с собой своей жизни у нее нет. И это, конечно же, очень и очень показательно. Потому что человек, который ведет себя так, он всеми силами стремится к тому, чтобы избежать бытия, нахождения наедине с собой. И через огнаждение внимания вам пытается почувствовать себя значимым, почувствовать себя нужным, полезным и так далее. Это значит, что у вашей мамы наблюдается определенный внутренний конфликт, определенные противоречия, определенные проявления несчастного состояния, негативного состояния, которое не позволяет ей жить своей жизнью. И анализ жизненного пути вашей мамы как раз таки поможет вам лучше ее понять. Для этого необходимо как можно попробнее узнать, как развивались ваши отношения, какова была у нее жизнь. Вы говорите только просто про маму, значит, с папой, соответственно, с ее мужем, с ее мужчиной отношения не сложились. И это тоже имеет огромную роль для понимания вашей мамы. То есть сейчас вам кажется, что ее поведение, оно адресовано на вас. И оно является следствием волевого выбора человека. То есть вот мама решила, что к вам она будет относиться в определенном образе. Например, вот, да, нарушать границы, постоянно советовать что-то и так далее. И вы считаете, что вот своего решения она и придерживается. Но в действительности именно решения, то есть волевого, непринужденного, свободного выбора у нее не было. То, как она ведет себя сейчас, это следствие негативных происшествий в ее жизни. Сами негативные происшествия необходимо понять, осознать и отношение к вашей маме изменить в сторону ее понимания. Когда будет понимание, появится жалость к ней, потому что вы увидите в ней не человека, который пытается вас подчинить, а человека несчастного, который активно борется за своими конфликтами, за своими проблемами так, как он умеет. И да, у него получается плохо, да, так он страдает и вы, но тем не менее, через жалость, через установку причинно-следственной связи между ее жизнью и настоящим поведением, вы перестанете воспринимать ее отношение к вам, как что-то целенаправленное, как что-то осознанно выбранное. И будете видеть в этом форму ее борьбы с собой. То есть каждый раз, когда она как-то вот вмешивается в вашу жизнь, она говорит вот все, что она говорит. Она это делает исключительно сама собой, но через вас. Вы для нее не чель, вы для нее средство, средство для борьбы со своими проблемами. И вот это первое направление, которое нужно понять. Далее. Если говорить о, значит, неполноценности, страха и боли, то в первую очередь необходимо вот эти три понятия разделить на соответствующие части. Значит, неполноценность – это неуверенность в себе. Неуверенность в себе – это, соответственно, сомнение в чем-либо. Сомнение в чем-либо купируется адекватной оценкой ваших способностей, постановкой четких задач. И формирование из этих задач целей, достижение которых, будет постепенно убирать вашу неуверенность в себе. То есть, нужно понять, что вы хотите, в чем вы сомневаетесь, почему, и подумать, как лучше организовать вашу деятельность так, чтобы, достигнув задач определенных, вы бы постепенно понимали, что ваша неуверенность – это всего лишь заблуждение, всего лишь иллюзия. А на самом деле, все, чего вы хотите, все, чему вы стремитесь, вполне себе осуществимо. Главное – только начитать. Следующее, что касается страхов, то здесь, опять-таки, мы боимся того, чего мы не понимаем, боимся того, чего мы не осознаем. Мы боимся тогда, когда мы бежим, соответственно, вам нужно перестать бежать от страха, встретиться с ним лицом к лицу, осознать его, понять, что это не страхов всего лишь, а какое-то негативное обстоятельство, от которого вы стремитесь как бы избавиться. Но от него не нужно избавляться, нужно приспосабливаться. Сначала нужно понять, что это, какой корень страха, чего именно вы боитесь. Как только вы увидите конкретно, чего вы опасаетесь, вы в пути начнете приспособливать женскую деятельность к этим обстоятельствам, и страх уйдет. Останется корректировка поведения, останется более правильная деятельность в условиях негативного обстоятельства с последующим стремлением к полному избавлению от него. И, наконец, что касается боли, то здесь нужно сказать так, что боль, меньше говоря, обида. Обида появляется у нас тогда, когда слова людей, сказанные даже не всерьез, даже откровенно на эмоциях, задевают что-то внутри нас. И если слова вашей мамы задевают вас, вы должны спросить себя, а почему? Почему они вас задевают? Задевают, потому что находят отклик. И вот причину этого отклика, по какой причине вы считаете, что слова вашей мамы в той или иной степени справедливы по отношению к вам, и искравление вот этих вот элементов справедливости так, чтобы вы могли сказать, что ваша мама не права, и является путем к избавлению от боль. Пожалуй, я наставил вам лишь только направление. Направление по той работе, которую вам нужно осуществлять со специалистом, либо самостоятельно, если вы этого хотите, конечно, для того, чтобы решить ваши проблемы. Потому что вот так, в формате вопрос-ответ, такие проблемы, такие многогранные конфликты не решаются. В процессе работы могут быть выявлены иные проблемы, иные блоки, которые также мешают вам нормально осуществлять свою жизнедеятельность. Но то, что вы решили жить в другом городе, в принципе, правильно, вы от своей мамы отделитесь таким образом, вы сможете учиться жить самостоятельно. И обретя свободу, вначале физическую, потом духовную, вы, возможно, начнете восстанавливаться после всех ее притеснений и принуждений. Но чтобы освободиться на глубинном психическом уровне, нужно все-таки провести ту самую работу в тех направлениях, которые я вам описал. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим.